Здравствуйте, представьтесь пожалуйста. Я Курдова Елена Афанасьевна. Елена Афанасьевна, как вы относитесь к тому, что в Москве отменили льготы для жителей Подмосковья? Очень плохо отношусь, потому что очень нам тяжело живется. Очень тяжело. У меня допустим пенсия очень маленькая. Сколько? 8 тысяч. Я с этой пенсией не смогу даже зарабатывать. У меня дочка болеет. То лекарство нужно себе или себе купить, или ей, или к врачам идти. Сама не знаю даже куда идти. Я к этому отношусь очень плохо. Неужели не могут нам? Мы сколько лет работали. Какой-то хотя бы радость дать. Может дают радость, но не нам. Мы пенсионеры. Я уже не знаю. Я от себя говорю. Разве можно вот такую пенсию 8 тысяч жить, уплатить везде и всюду услуги и жить на такой пенсии 8 тысяч. А в Москву вы часто вообще ездите? Я в Москву даже не езжу, потому что у меня нету таких льготов, чтобы ехать в Москву. То есть вас эта реформа нынешняя никак не коснулась, да? Вот с отменой льгот в Москву. Я стараюсь работать где как могу. Днем и ночью работаю. Лишь бы работать, чтобы какую-то копейку зарабатывать. Понимаете? Я даже не знаю, как вам даже объяснить это все. Но мы работаем на копейки. На копейки. Какие-то копейки. Чтобы это как бы хотя бы что-то зарабатывать на хлеб. Мы тоже хотим, как люди живут. Мы не можем, как молодые уже. Мы не можем, как молодые. Мы хотим тоже работать, все такое. Но и силы нету, и возможности нету. Кто гоняет нас, кто не знает, что. Скажите, пожалуйста, а из ваших знакомых кто-нибудь ездит в Москву? И вот эти реформы по отмене льгот по проезду в Москве кого-то коснулись? Вы знаете, может и едут, напротив меня депутаты живут, но я с ними не коснулась. И Москву я не с ними коснулась, потому что я с ними не сижу рядом. Я только в лесу хожу, где-то ягодки собираю, где-то чернику, где-то клубнику, чтобы какую-то копейку заработать. Вот это я вам высказываю от всей души. А может где-то грибочки вот сейчас появятся, и какие-то копейки будут хотя бы на хлеб и на соль и там чего-то. У нас другое уже не получится, потому что у нас нету такого возможности. Нам бы хоть дали бы вот эти льготы. Вот я работала, я работала. А какие льготы вы хотите получить? Вот я зимой работала, я даже не знаю, в августе не получила пенсию, но не знаю, как это самое пенсию они мне еще удерживали, сколько работала, удерживали, не знаю. Я бы хотела хотя бы на жизнь. На жизнь. Не надо больше. Я миллионерша не буду уже. Мне скоро, наверное, на тот свет отправят. Но я хотела бы жить. Жить. Жить как нормально, как человек. Ну а какие льготы вы конкретно хотите получить, проживая вот в Сиреновом Посаде? Проезд у нас пока бесплатный. Я на это не жалуюсь. Ну какие-то хотя бы какие-то льготы, чтобы дали нам. Ну на что? На продукты? На продукты, конечно. На лекарства, может быть? На лекарства тоже. На лекарства, на продукты. Лекарства, вы знаете, сколько я покупаю? И дочке, и себе. Дочка болеет. Я ее должна кормить еще и себя. Для этого нужно... Вы знаете, я просто говорю от души. То, что есть. Здесь много класса есть.